но у меня осталась сказка я когда читал я сначала подумал что и 3 какая какая-то адаптация или нет адаптации там где там сказано слава богу и там тыры-пыры слава богу понимаете там братья грим написали какую-то страшную сказку а потом дисней взял ее переделал так что могут смотреть все вот мне братья грим тоже для детей писали для детей где они там разрубили на кусочки сожрали жизни но правда жизни такой правой жизни сейчас уже детям не покажут youtube не пропустит вот я сейчас он буду читать сказку мне она кажется очень странный но я думаю вы просто угорите вы представьте что у вас есть маленький ребенок он говорит вам папа потому что у нас девушек нету да в этот раз у опять сосисочная вечеринка почему нету нет у нас женщин видите ли женщин нет гора я вижу у нас нету женщин все у нас мужчины так вот в общем мужчина вы мужчина вам ребенок маленький вам говорит папа почитаем нет тут две страницы я хочу посмотреть просто да действительно две странички 3 до 3 странички хорошо три ран ладно то сейчас люди виду скажут что я буду плохо читать да будешь в общем почитай мне на ночь сказочку о сыночек смотри сказочка называется на пир в замок тролли великий пир ожидался в замке тролли но путь туда был не близок вот и решили тролли пойти все вместе чтобы в селе было тронт и кори и вар жена люб и борт боб и мус йорда и старуха горе свиное рыло вот только у старухи говоря быстрее не надо терраторка это плохо только у старухи как вы видите была какая-то кличка свиное рыло а жена люб это не кличка а хотя ладно не жена люб и борт мужеложец мужеложец нету шляни по горам косогором по лесам нехоженным густо поросли горы елями и соснами да такими высокими что доходили троллям до пояса как видите тролли были очень высокие тяжелее всего приходилось гури ведь она несла мешок с едой в дорогу гури это которая единственная старуха у них но торопиться им было некуда хоть сотню лет идти все равно вовремя поспишь не то что время нашего стрима действительно впереди у них насколько глаз хватит высокий темный круче идут взрослые тролли покашливают бар мочет что-то себе под нос и троллят они отстают глаза и глазеют во все стороны а горе придется в хвосте клянет свою долю видеть как старух просто запрягли дали мешок и она идет позади всех кстати имен детишкам не дали ладно спотыкнется кто дадите раньше хватит его за шкирку а как совсем трудно станет за хвост друг 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 дружку держит так и продирается сквозь бурелом наконец пришло время отдохнуть а когда собрались было дальше заспорили промеж собой в какую сторону идти тронт говорит нужно идти прямо куда нос указывает а инвар свое задом наперед надо бы на выворот она вернее а гурия все на мешок жалуется день это дня он все тяжелее становится а еды в нем все меньше но как бы то ни было а идти надо выбрали они тропу по которой как видно тролли уже прежде ходили пролегала на через горы как глубокая расселена а тут еще в ближайшие уже лески боб из мюсерда споткнулся ступня у него возьми да я отвались по памяти вот тут детям читаешь раз идут тролли да все нормально старуха клянет свою долю ей дали мешок есть детишки они идут спорят куда идти все окей вроде бы нормально и тут еще раз перечитаем перечитая просто помогает когда первый раз читал я просто обалдел а тут еще в ближайшем же лески боб из мюсерда споткнулся ступня у него возьми да и отвались впрочем могло бы быть и хуже пришлось оставить ступню там и шагать дальше понимаете ребенок засыпает он может быть уже почти уснул такой же засыпается и тут он говорят что ступня отвалилась но могло бы быть и хуже и ступню там просто оставили вот этот мне сказка на новый год до читал до читаем дальше понимаете вот сказочка на долго долго они шли и вот пришли к месту где тоже лежала ступня для боба это как-никак утешение приятно все таки узнать что ни у одного тебя такое несчастье но все же находка показалась им странной действительно странно идешь по лесу и тут валяется нога окей а когда тролли прошли еще целую вечность и нашли еще одну ступню они вовсе удивились а боб присмотрелся к этой ступне и воскликнул тронт чего тебе откликнулся тронт это же моя ступня и поняли тролли что они уже сто лет ходят по кругу кори взял ступню и швырнул ее за всех сил вот понимаете где тут логика они ходили 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 нашли ступню которая отвалилась третий раз может быть и над был пришить прикрепить как-то нет они взяли со злости и кинули куда-то там черный откуда интересная сказка я не знаю ребенок спит еще нет она просто не этим абсурдно и потом в конце скажу чем она абсурдно я подождите абсурд только начинаете понимаете ну они ходили заблудились нога у них отвалилась читаем дальше читаем дальше перелетела на через гору и упала в лесное озеро где лежит небось по сей день ногу выкинули а тут еще не задача мешок с едой протер у гури на спине большущую дырку рассердилась она и говорит мол пусть теперь инвар несет да вот беда старуха так ослабла в дороге что потеряла равновесие и опрокинулась когда с нее мешок то сняли а уж лучше вернуть его на место без мешка у нее будто и спины нет как вам такое долго ли коротко ли вышли они наконец на верный путь глубоко тали за темными горами мерцало что-то как звезда чудесное сияние переливалось всеми люди уходят на мне на самом деле интересная сказка дочитать чуть-чуть осталось цветами радуги и старые тролли кивнули друг друга они то знали что найдут дорогу то и был замок тролли тролли от удивления даже рты пораскрывали ничего похожего они не своей жизни не видели а как здесь чудесно подумай только замок весь золотой он сверкал искрился и все это великолепие отражался в глади озера по которому тут и там плавали серебряные уточки серебряные уточки и замка доносился звук танцев золотых арф и темные верхушки или дополнительные шумели шумели в такт музыки дух водопада играл на скрипке да так что от струн разлетались молнии хлюльда кружилась в танце да так что своим хвостом задевала уши гостей вдоль стен сидели тролли и бонды из скрытого народца пилипива и мед из золотых рогов и огромных кружек неси веселились на пропалую придумывали озорные проделки одну за другой чуть из штанов не выскакивали только бы произойти друг друга они дрались мерились силы и сцеплялись пальцами и тянули друг друга в разные стороны с такой силой что короче стяжки хрустили через темные горы и леса со всех сторон горы и леса со всех сторон тянулись к замку вереницы вереницы странных существ некоторые были такие старые что поросли мхом и кустарником другие были и того старше да только скрюченные чтоб ходили на корни сосен они уж и идти сами не могли их приходилось нести другом все гремело извинило дышало и фыркало все хотели на пир в это золотый блеск все еще замок дворец ссоре и море дрожащий от шума голосов сказки конец чё шли зачем шли чего я просто смотрите закладка теперь в этой книге просто я не понимаю какой сюжет у книги собрались тролли тихий 13 пред привет собрались тролли окей идут до одной старухе дали мешок да они идут по кругу заблудились у одного из них отваливается нога они дальше идут вот так вот ходит хоть по кругу три раза нашли ногу на третий раз они взяли эту ногу кинули в реку в озеро и там на сих пор валяется старуха говорит я устал нести мешок снимает мешок а мешок на самом деле протер и спину до дыр нет а дальше они пришли в замок и пируют слушай что-то репостил реки не прикинь насколько долго идет пир что они шли 300 там больше лет а пир продолжается то есть не шли на пир и вот они шли там 300 400 лет и все пришли а у них вечеринка еще идет сам разгаре это по моему очень странная сказка и другие и еще более стран нет но мне кажется самое странное в этой книжке